Алексей Ильич, а что делает человеку, который верит в Бога, но не верит в Церковь? Ему бы надо немножко познакомиться, в какого Бога он верит. В какого Бога верит? Если бы он, конечно, познакомился бы с Богом, который проповедует христианство, христианство проповедует, немножко бы посмотрел, хотя бы прочитал даже Новый Завет, то он увидел интересную картину, что, оказывается, уже апостолы ставили по местам, где они проповедовали, по разным местам, уже ставили пресвитеров, священников, епископов. Слышите? Организовывались общины. На этих общинах уже собирались люди, и эти общины были школами настоящими, на которых люди говорили вот так, вот вместе собирались. Вы слышите? Собирались. Говорили о своём исповедной вере, о понимании этой веры, обсуждали. Собирались и причащались опять-таки все вместе. Это что такое? Разве это не храм? Разве это не церковь? Вот оно, церковь! Вы слышите? Это и есть церковь! Это в самом Евангелии, в самом Новом Завете. Поэтому, если он верит и хочет верить в Бога христианского, надо тогда взять и прочитать, правда же? Ну иначе как же? Христианство на чём стоит? Вот Новый Завет. Пожалуйста, давайте посмотрим, к чему он призывает. А оказывается, нет христианства и нет Бога для того человека, я говорю, христианского Бога, скажу так, такую фразу, тот, кто не следует тому, что открыто нам в самом первоначальном основополагающем источнике христианской веры. Вот так.